Витаем. Починаем лекцию Влада. Влад геймдизайнер. И расскажем нам про такую авантюру, как аутсорсинг геймдизайна. Витаем. Всем привет. Меня зовут Владислав. Я занимаю позицию геймдизайнера в компании Pingle Studio. Сегодня мы разберем особенность работы геймдизайнеров в аутсорсинговых компаниях, какие задачи нам приходится выполнять, какие скиллы для этого нужны. И самое главное, я дам некоторые советы начинающим дизайнерам. Ну что, погнали. Итак, почему работа в... Да, у нас очень плохо работает кликер, потому я не всегда могу переключать нормально. Окей. Почему работа в аутсорсинговых компаниях? Это круто. Почему она довольно сильно отличается от работы в продуктовых компаниях? И с чем связаны отличия? Для ответа на этот вопрос давайте разберем изначально, какие задачи приходится выполнять геймдизайнерам. Сразу оговорюсь. Важный момент. Каждый геймдиз, каждая компания уникальны. Поэтому это стоит помнить. Итак, в аутсорс-компанию чаще всего приходят два типа заказчиков. Первому типу необходима помощь с уже существующим проектом. Это доработка, это отладка, это портирование. Другому типу необходима помощь с разработкой нового проекта, либо же полноценно разработать новый проект. В ситуации, когда уже нужно работать над имеющимся проектом и привлекают геймдизайнера, как правило, нужна помощь разностороннего специалиста. То есть вы должны не только уметь подготовить документацию, не только проработать баланс, но часто выполнять задачи на уровне редакторов, на уровне движков. Что касательно разработки нового продукта, помимо основных задач, это разработка документации проектной, это разработка неких примеров баланса. Еще будет полезно уметь составлять прототип, который можно показать заказчику сразу, и будет полезно уметь создавать, корректно презентовать ваш продукт, вашу идею заказчику, уметь продавать ее. Итак, возвращаемся к первому вопросу. Почему работа в осуществленных компаниях круто? Самый главный элемент, как вы уже, думаю, все поняли, проекты меняются относительно часто. Мы очень быстро повышаем свою экспертизу. Мы работаем с разными жанрами, и мы не сгораем, как правило. Частная смена жанров интересна, в первую очередь, я уже сказал, знакомством с новыми технологиями, механиками, и, к сожалению, большинство продуктовых компаний не могут такого дать своим специалистам. Какая ответственность лежит на геймдизайнере в таком случае? Нам приходится работать очень много с документацией, нам приходится работать напрямую с заказчиком, и чаще всего заказчик имеет деньги, но не имеет опыта. Как нам ему помочь и за что мы отвечаем? Это довольно широкий вопрос, и самое главное – это личное отношение дизайнера к этому. Я отношусь к этому очень просто. Каждый геймдизайнер оставляет в проекте часть себя, довольно большую часть себя, и нельзя, чтобы об этом говорили плохо. Поэтому какие бы задачи на нас ни стояли, какие бы балансные правки, какие бы документы нам ни приходилось писать, мы отвечаем за проект в целом. Поэтому это нужно всегда учитывать. Окей, с вводной частью мы закончили. Шагаем дальше. Сейчас я попробую переключить его. Вон стоит. Плохо работает эта штучка просто. Окей, интересный вопрос. Какой монумент скиллов нужен геймдизайнерам для выполнения всех ваших задач? В этой части доклада мы, в принципе, обсудим поверхностно основные задачи, обсудим поверхностно основные скиллы, и я постараюсь дать некоторые интересные советы. Итак, начнем с написания документации. Какие у нас, в принципе, бывают документы? Это основные геймдизайн документы, это печи, это брифы. На самом деле документации намного больше, но это основное, с чем приходится работать. Итак, написание документации, как я говорил, это уже один из важнейших навыков геймдизайнера, и часто возникает вопрос, как научиться с этим работать. Чтобы научиться с этим работать, единственный способ – это читать чужие документы и пробовать свои. Но что делать, если у вас нет знакомых, вы не работаете в компании, или же вы хотите сменить направление с, например, веба и уйти в геймдизайн? Лучше всего писать документы и через две недели, две-три недели пересчитывать их, вы можете увидеть свои ошибки. Окей, чуть-чуть звук. Плюс, как лично я делал и советую делать вам, вы можете пробовать отдавать свои ГДД на работу фрилансером. На самом деле, это стоит определенных вложений, но это очень классный опыт работы с подрядчиками. Итак, я не хочу сильно задерживаться на теме документации, она довольно скучная, поэтому перейдем к следующему шагу. Это баланс. Баланс, я считаю, важнейшей частью, в принципе, работы геймдизайнера. Why так? Почему? В первую очередь стоит понимать, что, как правило, разработчики отдают игру в качестве набора механик. И то, как игрок будет это ощущать, какие эмоции это вызовет у игрока, и как эти механики будут взаимодействовать друг с другом, это решает именно геймдизайнер. Обычно мы описываем всю нашу документацию, прошу прощения, весь наш баланс в таблицах. Это Google Sheets или Excel. Здесь предпочтительно, здесь вам важно понимать, что предпочтительно использовать Google Sheets. У нас есть возможность работы в команде, то есть несколько человек может одновременно редактировать один и тот же файл. Это круто. У нас есть история изменений. Мы понимаем, кто сломал, или мы можем откатиться, если это нужно. И, что не менее важно, нам не нужно бояться, что мы потеряем файл, и не нужно ломать голову, как пересылать файл другому человеку. Из важных минусов стоит понимать, что если вы, например, ведете баланс уровней, и у вас файл баланса на 50 тысяч строк с формулами, Google Sheets тут не поможет. Придется использовать Excel, либо же подразбивать все это. Окей. Помимо того, что вы владеете таблицами, что очень важно для геймдизайнера, важно уметь писать скрипты и макросы. У нас есть геймдизайнеры? Раз, два, три. Окей, долго буду считать. А кто из геймдизайнеров пишет скрипты для таблиц? Лайк. Это очень полезный инструмент. Вижу, еще рука поднималась. Окей. Мы сделали таблицу. Мы написали баланс. Но можем ли мы проверить, если игры вообще еще нету? Это такой интересный вопрос. У нас есть крутой инструмент для геймдизайнеров, который называется Machination. Machination позволяет при помощи нот, при помощи связи между ними, выстраивать модель вашего баланса, взаимодействие механик и притоки расхода ресурсов внутриигровых. Я советую использовать его, когда вам нужно, в принципе, смоделировать на ранних этапах игру. Это бывает очень-очень полезно и несколько раз спасало меня от довольно серьезных ошибок. Окей. Следующая тема. Кто хотел сделать фото? Все сделали. Вижу, что телефоны опустились. Окей. Следующая тема, которую я хотел бы затронуть, это то, как баланс должен заливаться в игру. Я не раз встречал, когда заливают баланс, описывают прямо в коде, и после этого с ним очень-очень тяжело работать. Не делайте так никогда. Окей, но почему, в принципе, помимо того, что с ним тяжело работать, если у вас небольшая игра, почему не описывать его в коде? Это же так просто. Здесь очень-очень простой ответ. Если вы работаете над игрой, она будет расти. Она мускайф будет расти. Поэтому вам более чем важно выносить все в конфиге, так называемое. В конфиге я затрону как раз сейчас. Что касается конфигов. Конфиги представляют собой стерилизованные модели, то есть вынесенные в отдельный файлик ваши параметры и переведенные в текстовый формат. Соответственно, вы без особых проблем можете работать с этим текстом и закидывать в игру. Какие у нас есть основные способы закидывать в игру конфиг? Это при помощи файлов. Вы это можете делать в редакторе без особых проблем. И это при помощи загрузки с сервера. К этому мы вернемся немножко позже. Следовательно, для геймдизайнера здесь выстраивается очень простой workflow. Мы создаем наш баланс. Мы переносим все в конфигурацию. И мы заливаем баланс. После чего мы можем его тестировать. Здесь все круто. Кроме второго пункта. Переносим ручками в конфигурацию. Это неудобно. Вспоминаем, что мы с вами работаем с таблицами. И мы можем сразу автоматизировать сборку конфигурации. Соответственно, любые наши изменения сразу подтянутся в конфиг. И фактически это один из важнейших выводов, которые здесь можно сделать. Всегда старайтесь автоматизировать вашу работу. Если вы можете какую-то задачу из нескольких часов привести к нескольким минутам, это круто. Ранее я говорил, что загрузка баланса – возможность сервера. Это чаще всего используется в проектах, которые являются сервисами. Обычно компании используют два подхода. Либо, если это крупная компания или какая-то старая, там имеются свои решения, которые либо специально написаны, либо когда-то давно не было готовых. Либо же готовые решения. К готовым решениям мы можем отнести Unity Remote Config и Firebase Remote Config. Кстати, последний, помимо доставки конфигурации, может доставлять пуш-уведомления, что бывает полезно и относительно недорого. Содержит аналитику, крашлитику, много других прикольных штучек. Окей, что бы я хотел сразу сказать. К теме заливки мы еще вернемся чуть позже, когда я буду рассказывать некий лайфхак, как мы можем несколько дней работы сократить до двух часов. Следующая наша тема – это LiveOps. Что вообще такое LiveOps? LiveOps – это способ управления вашей игрой, управления ее ресурсами. Он включает в себя аналитику, работу с аудиторией, и чаще всего это делается за счет акций. То есть это ограниченные по времени ивенты. Зачем нужны эти ивенты? Они используются для того, чтобы воздействовать на ключевые метрики игры. То есть это длина сессии, количество сессий в день, расход игровых валют и внутриигровые покупки. Очень много говорят про акции, про то, как это корректно делать, но довольно редко говорят за то, как правильно их планировать. Это часто в компаниях требуется от начинающих дизайнеров, но за это не говорят. В первую очередь, за основу плана я всегда рекомендую ставить реальные праздники, реальные какие-то дни, будь то Рождество, будь то Пасха или День Пончика, например. Для планирования ивентов вы всегда составляете какие-либо таблицы. Однако здесь я рекомендую стараться использовать такой подход, как диаграмма Ганта. То есть вы ее видите на экране. Она позволяет сразу отобразить все необходимые акции. Вы сразу видите, в какой день, когда, какая акция идет. И вы сразу можете здесь задавать некоторую конфигурацию, автоматическую сборку конфигурации. Например, конфиг для запуска и завершения акции. Касательно баланса, я думаю, все понимают, что при работе с акциями у вас must-have должен быть файл сборщика баланса, который в себе как раз-таки будет содержать конфигурацию. Окей, следующая тема. Переключайся. Есть. Следующая тема, она небольшая. В принципе, за нее тоже нужно сказать, что за нее нужно уметь. Это макетирование. Эта часть больше затрагивает UI, UX, но геймдизайнеру это бывает крайне полезно, особенно когда вы хотите детальнее описать вашу фичу. Как правило, для этого используется различный реал-таймборд. Я использую Mira, плюс для некоторых целей бывает полезен Photoshop. И это лично у меня основной кейс с инструментами. Какие реал-таймборды, кстати, используете вы? Кто-то работает с созданием макетов? А какие реал-таймборды, либо же с чем? Ну, в принципе, да. Каждый использует, что хочет. Самый простой инструмент отчасти, там много всего можно сделать, но он тяжелый, если нужно быстро накидать что-либо. Canva круто для этого подходит, да. Именно так. Figma. Да. Ну, опять же, каждый использует те инструменты, которые больше ему нравятся. Если нужно быстро накидать для геймдизайн-документа какой-то элемент UI, в принципе, я использую Mira. Мне не нужна точная привязка по пикселям, и мне этого хватает. Фигму нужно использовать, да, когда необходима какая-то точность. Это, она удобнее в этом, насколько я помню. Окей, хорошо. Переходим к следующей части. Это аналитика. Аналитика – тема сложная. Аналитика – тема обширная. Аналитику можно выносить на несколько докладов. Это как и баланс, как и игровые движки. Очень большие темы, очень крутые темы. Зачем вообще, в принципе, аналитика нужна играм? И каким играм нужна аналитика? Ну, в принципе, тут ответ простой. Она нужна всем играм. Даже если у вас какая-то игра на ПК, вам нужно понимать, что в ней происходит, что в ней делают игроки. Аналитика позволяет оперативно найти причины, по которым игроки покидают игру, оперативно найти риски, оперативно исправить любые ваши проблемы. Плюс она позволяет круто конвертить игроков. Как правило, для аналитики используются либо же самописные решения, либо же готовые решения. Такие готовые решения, как Amplitude, UpFlyer, DevToDev, Flurry, UpMetrica и Firebase. Все эти системы поддерживают подключение сторонних платформ, например, трекинг, пуш-рассылки и некоторая крошлитика еще. Помимо готовых решений, как я уже говорил, бывают самописные. Одним из важнейших, по моему мнению, параметров для выбора системы аналитики является доступ к сырым данным. Это, например, Google Service, который именуется Firebase, и это UpMetrica. Лично я предпочитаю Firebase. Какие системы вы используете? Если кто работает с аналитикой. Тоже я его не упоминал. Все. Ладно. Хорошо. Следующая тема покрупнее. Это у нас игровые движки. И зачем вообще, в принципе, геймдизайнеру знать игровые движки? Зачем геймдизайнеру с ними работать? Здесь первая причина – это то, что довольно часто нам нужно, не просто мы можем выделить на это время, а нам нужно делать какие-то изменения на уровне редактора. То есть будь то изменения в логике, будь то изменения в UI или же в параметрах объектов. Второй причиной, по которой, в принципе, нам нужно хорошо отчасти знать движки, это понимание, насколько сложно реализовать ту или иную задачу, которую вы описываете. Иногда, когда дело идет к финишу, к релизу, нам необходимо порезать часть механик, как-то их заменить, выкрутиться, чтобы сделать это быстрее, чтобы сократить расходы по времени. И понимание движков геймдизайнерам здесь бывает более чем полезно. И третья причина – это прототипирование. Вопрос к аудитории. Кто работает, кто в своей работе использует Unreal Engine? Поднимите руки. Два. А кто начал пятый редактор изучать уже? А тут больше, кстати, людей, которые захотели ознакомиться, я вижу. Окей. Дальше, значит. Прототипирование. Зачем оно нам надо? Зачем оно, в принципе, нам надо? И почему это очень важная задача геймдизайнера? Почему тут важно много скиллов иметь для этого? Есть ли тут те, кто каждый раз перед отправкой механики или игры составляет прототип? Два. Два. Я пока видел два. Три. Окей. Это на самом деле очень полезно, поскольку прототипирование, оно позволяет нам вложить время нескольких человек и при этом сэкономить очень много времени работы команды. Изредка три человека могут реализовать на уровне прототипа некоторые механики, которые позволят сразу оценить игру в целом, имея какой-то готовый костяк. Для геймдизайнера, помимо создания прототипирования механик, полезно еще создавать собственные игры для того, чтобы знакомиться с новыми технологиями, для того, чтобы знакомиться с новыми проектами и отдельно механиками. К слову, в аутсорсе это десятикрат полезно. Нам очень часто приходят проекты, с которыми мы ранее не работали, и если вы создаете свои прототипы, это бывает круто, поскольку вы уже отчасти что-либо знаете. Возникает вопрос, при помощи чего удобнее всего создавать прототип. Кто-то говорит Unity, кто-то говорит Unreal. Если вы ничего абсолютно не знаете, вам по большей части будет удобен Unreal Engine. Почему? Прямо в Unreal Engine у вас есть такая штука, как Blueprint, которая позволяет реализовать некоторую логику прямо в движке. Плюс я советую изучать материалы, изучать работу с другими системами редактора. Какие игры в целом нам стоит создавать для того, чтобы научиться? Ну, я, например, стараюсь всегда ставить планку выше головы, чтобы прыгнуть за нее. И пример некоторых игр, которые я создаю, это, первое, смесь шутера и RTS, мультиплеер. Игроки могли строить турели, укрытия и фабрики, производить юнитов и сражаться с друг другом в составе огромных армий собственных. Каждый игрок мог перейти от управления своим персонажем до вида сверху и управлять в этом режиме своей армией. Тестировалась эта игрушка 4 на 4. Это был прототип. И, в принципе, такие вещи получаются круто. Второй прототип, он также был мультиплеерный, но тоже был в survival horror. Одна команда тени, другая команда люди. Тут у нас асимметричный баланс. Тоже интересная была работа с балансом. Цель теней простая — убить всех игроков. Цель людей — выбраться с карты. Как им это сделать? Им нужно найти рацию, вызвать вертолеты, после этого добраться к точке эвакуации. Интересной механикой было то, что игроки могли атаковать друг друга огнестрельным оружием, холодным, а теней они могли атаковать только светом. То есть им было важно собираться в группки, не конфликтовать и вместе освещать теней, чтобы уничтожать их. Плюс им было важно создавать освещающие объекты, то есть какие-то лампы, и включать генераторы, которые в городке частично включали освещение, что сильно усложняло жизнь теням. В примерах я не зря упомянул именно мультиплеер. Как правило, нужен немножко другой подход при работе с мультиплеером. Это, как правило, немного тяжелее. Поэтому рекомендую вам попробовать. Окей, хорошо. Есть ли, кстати, среди нас те, кто работает одновременно и с Unreal, и с Unity? Да, вижу пару рук. Окей. Для начала работы конкретно дизайнеру с Unreal Engine, особенно это полезно, как я уже говорил, для прототипирования в первую очередь нужно понимать, как писать логику. Для этого у нас есть, напоминаю, принты. Но помимо этого, помимо прототипов, вернее, принты довольно часто используются и в работе над проектами. На них часто взаимодействуют с UI, на них пишут часто взаимодействия, некую игровую логику. Но тут важно понимать, что принты, они работают медленнее. Поэтому учитывайте. Помимо принтов, в Unreal Engine вам необходимо знать, как работать с материалами, как работать с физикой, ознакомиться с системами анимаций, которые там есть. Будет круто, если вы изучите партикулы, которых систем две, это каскадная и не агара. И будет круто, если вы поработаете с ИИ. Окей. Блин. Это что-то клацает куда угодно, только не туда, куда надо. Так, а можно попросить назад на два, три скрина? Вот, пока что сюда вернемся. Вопрос к аудитории. В Epic Games раздают бесплатные ассеты. Все ли их собирают? Да, я вижу, многие собирают, кто работает конкретно с редактором, либо же, видимо, намеревается. Это очень полезная штука, поскольку эти ассеты, как правило, вы можете использовать при создании ваших прототипов, при экспериментировании с механиками, при экспериментах с полностью играми, какими-то уникальными сочетаниями механик. Хорошо. Давайте перейдем к следующей теме. Это тема декомпозиции. Можно на один вперед? О, перестал работать. Окей. Касательно декомпозиции, здесь надо сказать следующее, что когда вы работаете, когда вы хотите изучить чью-то игру, вам необходимо отдельно провести декомпозицию механик, отдельно провести декомпозицию баланса. К декомпозиции механик... Давай. К декомпозиции механик хочу сказать следующее, что первым делом, если вы особенно начинающий дизайнер, в идеале, если вы ознакомитесь с документацией, ознакомитесь с разными статьями на тему, ознакомитесь с играми другого, другими играми в этом жанре, это будет очень полезно. Что делать дальше в случае декомпозиции конкретной механики? Это садиться и играть в игру, стараться записывать абсолютно все свои действия. Плюс стараться записывать сам игровой процесс, как игра реагирует на ваши действия. После этого вы, в принципе, можете без особых проблем составить документ по необходимой вам механике. Что касательно декомпозиции баланса. Часто возникает необходимость не просто разобраться в балансе, в механиках игры, но и каким-то образом достать ее баланс. Сложность выполнения декомпозиции баланса заключается в том, что у нас часто не все параметры отображаются игроку. И, как правило, для получения всех параметров нам необходимо продолжительное время взаимодействовать с игрой, то есть долго в нее играть. Соответственно, это много временных затрат, и ничего не сделаем. Или сделаем. Есть, помните, я говорил, как мы можем несколько дней работы сократить до пары часов. Особенно это актуально, если вы работаете с игрой с сервисом. Есть, для примера, декомпозиции. На помощь при работе с этим нам приходит конкретно хакинг. Но если говорить точнее, то это инструменты, которые используют хакеры. На самом деле это не очень корректное выражение хакеры. Здесь правильнее будет говорить все-таки пентест, то есть тестирование на проникновение. Мы можем, особенно при работе с игрой с сервисом, повесить прокси, получить от сервера, сыграть в игру, получить от сервера нужный нам трафик, и, как правило, данный трафик будет в теле своем содержать полноценный конфиг. И когда я использовал данный способ, я даже не встречал никакого дополнительного шифрования. То есть это, в принципе, очень удобно и очень круто. Для примера, это инструмент, скриншот инструмент Burp Suite, содержащийся в Kali Linux. В принципе, на этом я бы хотел закончить свой доклад. Закончить я бы хотел фразой, которая круче всего описывает то, чем мы с вами занимаемся. Создавать что-то из ничего. Это самое близкое к магии. Спасибо. Спасибо. Дякую, Влад, за доклад. У нас есть достаточно много времени на вопросах. Я хочу напоминать, чтобы зрителей в онлайн, которые смотрят на нашу трансляцию, что они могут задавать свои вопросы в шатте Пайну, и мы будем их передавать speaker. Спасибо, Кирилл. Дякую. С каким самым сложным проектом вы сталкивались в своей практике? К сожалению, этот проект сейчас еще не реализован, и я не могу разглашать. Но там было очень много работы над оптимизацией, там было очень много работы с новыми фичами, довольно сложными, и, к сожалению, из этого очень много багов. Спасибо большое за доклад, очень познавательно. Скажите, работая над документацией, вы какие-то методы стандартизации, спецификации используете? И есть ли у вас человек, который именно техническим писательством занимается, то есть техникал-райтер? Как правило, от проекта к проекту это используется? То есть на отдельных проектах? Техникал-райтеров как таковых нет? Да, для всех игр, к сожалению, этого не получается делать. Как убедить заказчика в том, что некоторые его идеи не жизнеспособны? Самый простой способ для этого, либо же, если вы подготовили прототип, это можно сразу человеку показать, либо же мы используем референсы. Стараемся найти некоторые примеры в сети, которые либо же подтверждают наши слова, либо же опровергают слова заказчика в данном случае. Окей, похоже, что это все. Дякую очень за доклад, дякую за ответ на вопросы. Спасибо.